Привет! Сегодня мы будем смотреть, как вот вообще раздел Польши случилось. И как вообще поделили Польшу, ребята. Наверное, вы об этом не знаете, так что давайте посмотрим. В Европе вот-вот завершилась Первая мировая война, по результатам которой было образовано множество новых государств, между которыми началась бойня за территорией. Одной из таких стран стала воссозданная Антантой Польши, которая довольно быстро разрослась и собиралась расти еще, дабы создать новую речь посполитую, от моря до моря. Только вот их планы оборвали большевики, чьи знамена уже развивались под Варшавой. Но поляки все же сумели отбиться, и обоим пришлось подписать мир, завершающий Советско-Польскую войну, по результатам которого Польская республика... Понятно, это как бы немного история о Польше прямо даже. Теперь выглядит так. Территории, конечно, неплохие, но горным полякам этого все равно было мало. Да? И такие границы их устраивали... Это много, блин, аж. Прест, Варшава... Блин, не сильно. Это большие территории. Но еще больше они не устраивали соседей. Советский Союз, Германию и Литву. Этническая карта Польши выглядела таким образом. Украинцы, белорусы, литовцы, немцы и сами поляки. Которые заселяли в основном города. В то время как другие народы жили в основном в селах. К примеру, приезжаешь такой во Львов, а там пше-пше-пше-пше-пше. Отъезжаешь от города километров на 10, а там шо-шо-шо-шо-шо. Да и вообще, людям с другой национальностью в городах были не сильные рады. Вот, например, в том же Львове табличка на трамвае, на которой написано... Самым украинцам вход запрещен. В Польше также было очень много польскоговорящих евреев, которых потом не... А, евреи были? А тогда что, уже евреи появились или нет? ...будут геноцидить. Короче, претензии к Польской Республике у соседей были. Советский Союз желал вернуть украинские и белорусские земли. А, вот какие земли! Это вот... Она бы потеряла бы... Вот такие страны, давайте по судьбе... Не могу просчитать Емлену, да? Львов, Брест... Ну, короче, там... Народы у себя. Немцы хотели вернуть утерянные в Первой мировой войне земли и получить проход к Восточной Пруссии, а также взять себе Данцик. Этот город не достался ни Германии, ни Польше, а стал вольным городом. Но независимым он тоже не был. Находился под протекторатом Лиги Наций и входил в таможенный союз с Польшей, которая также имела особое право в городе. Хотя большая часть населения была немецкой. Ну и напоследок Литва, которая желала заполучить Вильна. Город, который она считала своей столицей. Короче, соседняя Германия стала дофига крутой при Гитлере и решила на всех побыковать. Вначале та провела Аншвилс Австрии, а потом взор Третьего Рейха упал на Чехословакию. При поддержке Германии немцы, проживающие в Судетах, восстали на всей этой волне подъема немецкой нации. В итоге Рейх присоединяет к себе Судеты, получив на это одобрение от союзников. Польша решила тоже поборзеть и отправила Чехословакию ультиматум, требуя передать ей Тешинскую Селезию, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов. Польша также побуждала к аналогичным действиям и Венгрию. Ну жестко, короче, ребята. Это немного история Польши реальная. Но раздел Польши тут пока что еще не достал. Которую скушала Юг Словакии, населявшись преимущественно венграми. Чехословакия попросила Советский Союз помочь с польским ультиматумом, потому СССР сказал Польше. Если ты полезешь в Тешин, то мы разорвем пакт о ненападении с тобой. Министр иностранных дел Польши Юзеф Бек называл это пропагандой и просто предложил не обращать внимания. 15 марта 1939 года на территории русинской автономии свою независимость провозгласила Закарпатская Украинская Республика. Но ее тут же скушала Венгрия. В то время как Германия смело шагала по чехословацким землям, создав протекторат Богемии и Моравии, а также марионеточную Словацкую Республику. Польша в это время все же забрала Тешинскую область. Ну я как бы уже знаю, что из Чехии сделали мэра... из Чехии... по-моему, фашизм... фашизм свой там сделали... ну, фашизм там сделали в Чехии и сделали марионеточную страну. Ибо Чехословакия приняла ее вторую ультиматум. Ребят, Германия хочет забрать у меня судеты. Ну блин, ну тут типа повод есть. Отдай да забей. Польша хочет забрать у меня Тешинскую область. Да ладно тебе, маленький кусочек. Венгрия хочет забрать у меня Юг-Словакии. От меня отделилась Подкарпатская Русь и ее тут же забрала Венгрия. Э-э-э-э-э-э-э-э... Теперь Польша решила отправить ультиматум Литве, требуя установить с ней дипломатические отношения, а также признать Вильна частью Польши. Литва, не желая войны, принимает ультиматум. Но на следующий день еще один ультиматум она получает от Германии, который требует передать ей Клайпинский край. Территорию, которая когда-то была частью Германской империи. и потому что там проживает много этнических немцев. Литва все же была вынуждена принять и его. Теперь тот взгляд Гитлера пал на Польшу. Германо-польские отношения были достаточно неплохими, но они испортились из-за того, что Рейх постоянно намекал и требовал передать данцы к Германии, а также открыть для нее польский коридор. Польша отвергает все требования, а Германия разрывает пакт о ненападении с ней. Обстановка накаляется. Союзники предупреждают Гитлера, что если он полезет на Польшу, то будет ему война с ними. 23 августа 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Иоахин фон Риббентроп подписывают пакт о ненападении, а также тайный договор о разделе сверх влияния в Восточной Европе. Союзники от такого были в шоке и всячески пытались не допустить начала войны, призывая Гитлера к переговорам... Ну да, чтобы война не началась, но она началась. С Варшавой. Но у него все уже было запланировано. Единственное то, что Гитлер не желал воевать с союзниками и пытался как-то сделать так, чтобы они его типа поняли. Великая Британия была гарантом независимости Польши и надеялась, что Германия не захочет воевать с Лондоном и потому не полезет на Польшу. Да и для того, чтобы начать войну, как бы нужна причина, но придумать ее не проблема. 31 августа эсэсовцы напали на свою же радиостанцию в городе Глаевец и обвинили в этом поляков, создав таким образом причину для войны. За пару часов до вторжения в Польшу по немецкому радио было заявлено о том, что польское правительство проигнорировало ультиматум, хотя те его даже и не получали. Рано утром 1 сентября 1939 года огромная немецкая армия, а также вассальная ей Словакия, без объявления войны вторгаются в Польшу. Таким образом начинается Вторая мировая война. Здесь немцы также пробуют новую тактику молниеносной войны, которая называется Блицкрик. 3 сентября Франция и Британия объявляют Третьему рейху войну, но в итоге ничего не делают и лишь сосредотачивают свои войска на границе. За 17 дней сильная немецкая армия захватила уже половину всей Польши, а тут 17 сентября в войну вмешивается Советский Союз и вводит свои войска без объявления войны, а лишь выразив ноту, что делает он это с целью защитить украинцев, белорусов и евреев, проживающих в Польской Республике. Польское правительство сказало не оказывать сопротивления советским войскам, но поляки и Красная Армия все равно между собой воевали. В итоге польское правительство бежало в Румынию, но там их задержали и сдали немцы. В итоге поляки оказались зажаты с обеих сторон и окончательно разбиты. Их вторую речь посполитую поделили. Восток отошел к СССР и был разделен между Украиной и Белоруссией, а вскоре и Литвой. А остальная часть дошла к Третьему рейху, где было создано польское генерал-бубернаторство. Ну и по традиции, напишите в комментариях, кого вы поддерживаете в этом конфликте. Казахстан или Узбекистан. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в дискорд сервер и беседу во Вконтакте. Ну а с вами был Дудл, всем пока. Ну ребята, подписывайтесь и на мой канал, я делаю реакции и делаю видеоигры. Так, вам немного, так вот сказал, давай. И давайте доберем 100 подписчиков на мой канал. У меня недавно канал появился, так что подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok